Цветет у нас картошка. Будем сегодня рвать цветочки эти. Вот ассихандроза, коопоясница болит. Также для суставов очень хороши эти цветочки-настойки. А также очень хороши и ростки картошки. Сушкой цветков картофеля я никогда не занималась, потому что пробовала один раз, они чернеют, а когда насыпаешь, например, 2-3 слоя, они просто покрываются плесенью и теряют эти целебные свойства. А в водочной настойке цветки картофеля сохраняют эти свойства идеально. На участке, где растет картофель, как-то не обращаешь внимания на цветки, ну, цветет, цветет красиво, посмотришь, все, и не обращаешь на запах. А когда я занесла вот в помещение, это просто божественный запах. Вот попробуйте нарвать и принести. Вы сразу ощутите такой запах приятный. Очень божественный такой. Смотрите, какие они красавицы цветки разные играют. Это вот темная картофель, это светлая картофель. Вот с этих божественных цветков им будем делать настойку. Берем пол-литровую вот такую банку и набиваем этими цветочками доверху, но не утрамбовываем. Когда проходишь мимо рядков цветущего картофеля, то с удивлением видишь, что на цветках нет ни одной букашки, ни одной пчелочки, ни ос. Лишь иногда вот эти колорадские жуки, которые ничего не боятся. И лишь когда углубляешься, например, в специальную такую научную литературу, понимаешь, что цветки картофеля просто-напросто ядовиты. И яды в них содержатся нешуточные. Это солонин. Этим веществом богаты также и ботва, и позеленевшие проросшие клубни картофеля. Их нельзя ни в коем случае не есть ни человеку, ни животному. Солонин может вызвать очень тяжелое отравление. Однако в малых дозах солонин обладает лечебными свойствами. Сначала я лечила свои суставы цветками картофелями, настоянными на воде. Но вскоре я очень разочаровалась, поскольку водный настой уже на второй и третий день как-то стремительно портится. Идет такой неприятный запах, покрывается плесенью. И тогда я стала делать на 0,5 литра настоя цветков картофеля, добавляла 100 мл воды. Водка заправлена гвоздикой. Ну, вы можете не заправлять, а брать обычную водку или самогон, у кого есть, и заливать эти вот цветочки полностью. Я еще повторюсь, не утрамбовывая, чтобы свободно вот так покрытое. Вот залили цветочки вот так, чтобы они покрылись прям. Закрываем крышкой. Вот так вот баночку эту оставляем, залитые. Вот видите, цветочки все плавают в водке. На 7-10 дней. Если впитает наши цветочки в водку, значит мы немножко добавим. Если все будет хорошо, сок отдадут цветочки хорошо, значит мы оставляем. На 7-10 дней в темное место. Как я использую настойку на спирту. Настойку цветков картофеля я делаю так. Беру байковую ткань, обильно пропитываю вот этой настойкой, чтобы дала положительный такой эффект. Сначала прикладываю ткань на день, час, а потом делаю и на всю ночь. Времени от времени даю ткани охладиться, так как она сильно разогревается от этой настойки. Сейчас я расскажу про ростки. Так же самое буду заливать росточки от картофеля. Смотрите, эти ростки уже вот у меня целую неделю стоят 7 дней. Как я порезала их и залила водкой. Вот такой цвет приобретает. С этого пакета и с этих отростков мне хватит на 0,5 литров банки, чтобы сделать именно спиртовой настой из вот этих вот ростков. Для страдающим подагрой, артритами, артрозами и пяточными шпорами поможет следующее средство. Это ростки картофеля. Берем банку из светлого стекла. Целиком наполняем проростками картофеля. Только ее никогда не мыть. Слегка только примять. Открытую банку с этими проростками картофеля поставить на подоконник на 2 недели. После 2 недель заполняем банку 0,5 литра. Нам понадобится спирта или же водки, самогонки 300 грамм. Плотно закрываем и помещаем на месяц в темное место. По истечении месяца мы процеживаем раз в день перед сном, натираем больные места. Один курс я делаю 2-3 недели. Ну как вот я себя чувствую, по самочувствию. Если нужно больше, значит больше. Если нет, то 2-3 недели я именно пользуюсь этим средством.